Дружки, привет! Как же я хочу спать! Спать я хочу, потому что до двух часов ночи сидела и выбирала фотографии ребенка. Решила наконец-то перебрать все миллиарды, миллиарды фотографий, которые у нас есть с самого рождения, да и куда рождение, беременности, в общем. Потом рождение Рэма, и хочу сделать альбом. Арс мне такой говорит, какой заказала? Я говорю, ну я хочу там самый большой, который у них есть, 160 страниц. Он говорит, блин, 160 страниц, ты не берешь фотографии. Я говорю, Арсен, как бы мне их, блин, отобрать, а не набрать? В общем, сейчас покажу, что я тут творю. Вот, смотрите, так называется эта история, значит, детская пресс. В общем, ссылку оставлю. Наверняка в Инстаграме видели, я видела миллиард раз. Я, в общем, пересмотрела все тут разные продукты. Что я хочу? Я, значит, большой вот такой вот дневник. Хочу заказать. Вот такой вот. Стоит 5,990. И что мне нравится, что здесь просто белые страницы. Вы знаете, я по-белому, в принципе-то, чистенькому. И, в общем, тексты можно выбирать, писать, не писать. Я текст, очевидно, писать не буду. Я вот просто хочу вот так вот красиво напечатать фотографии. Что будет с нашими фотографиями и их качеством, не знаю. И потом я тут еще хочу разобраться сильно с... Господи, где они с размерами? Есть вот такая вот история набора из снимков. И они самоклеящиеся. Это, если помните, сейчас покажу. У меня есть альбом, который я тоже порывалась давным-давно заполнить. И до сих пор его не сделала. Вот здесь вот самоклеящиеся. Но тут надо разобраться, что с размером. Потому что здесь 8 на 8. И что-то как-то это квадратненькие. А я хочу побольше, что ли. Еще мне очень понравилось альбом «Семья». Тут можно делать вот эти игровые карточки с именем каждого члена семьи. И, в общем, показывать ребенку мама, папа, я. Ну, и там придумывать всякие разные игры. Ну, есть такой маленький альбомчик «Семья». Вот тут я собираю свой альбом. Сейчас покажу. Готовы. И вот на 2 часов ночи я пыталась начать его собирать. Такая вот обложка. Это где мы с Сарсом беременны на шифтосессии. Ну, в общем, как-то в последовательности какой-то типа. Вот мы с Сарсом, вот мы беременны. И дальше уже идут фотки, фотки, фотки. Многие фотки, которые вы не видели, тоже с роддома. И также мелкого первые фотографии на паспорт. И вот, в общем, тут куча всего, чего вы тоже не видели. Я закончу сейчас собирать этот альбом. Сегодня, я надеюсь. Покажу вам уже готовый, когда он приедет. Котенок, ты что натворил тут? Привет. Бутер, привет. Скажи подруге, привет. У тебя там компьютер, да? Ладно, короче, тусуйся. Вот этот альбом, о котором я вам рассказывала. Вот в него я хочу наклеить эти фотографии. Оригинальный слепок, который был здесь, я его переделала. Помните? Это мои уши звенят? Или это светильник звенит? Здрасте, Мордастя. Короче, помните, 200 миллионов лет назад мы делали выпуск. И вот этот слепок Ношкера мы делали для этого альбома. Там в комплекте есть эта масса, которую можно использовать. В общем, я сделала этот слепок. И что-то на него через 2 минуты смотрю-смотрю, и мне не нравится. Мы же, котенок, можем лучше, правильно? Можем лучше. И я, короче, решила. Надо переделать. А как переделать? Надо же сделать, чтобы он стоял мягкий был. И я решила засунуть его в микроволновку. Никогда не засовывайте их в микроволновку. Короче, засунула в микроволновку, стало все лучше. Действительно, тепленький, мягкий. Сделала снова эту массу, значит, ножку сделали. Опять смотрю, блин, мне нравится. На второй раз там он и остался. Этот кусок массы. Он там сварился, сгустился. И, в общем, комом он направился в мусорник. На Азоне заказала какой-то совсем самый-самый дешевый. И вот прекрасная ножка малыша. Она красуется теперь на моем альбоме. А сам альбом вот такой вот у меня большой. Вот такой вот большой-большой-большой с листами. Тоже очень много листов. И что классно, здесь вот эта клееночка, она прям просто сверху. Лизнь достаешь, и на него, я вот подумала, как раз-таки вот классно было бы наклеить эти фотографии. Но, конечно же, хочется, чтобы хотя бы там несколько фоток, они были прям большого размера. Ну, посмотрим. Может быть, напишу им, спрошу, могут ли они сделать разных размеров. Или, может быть, в другом месте придется поискать. Короче, вот такая вот дилемма у меня, из-за которой я не спала ночью. Кстати, Рэм отодрал эту прекрасную штучку, на которую пишется имя. Теперь у меня альбомчик вот такой вот, немного потрепанный. Ну, а понимаете, материнство как уж получается. Все не идеально, вот посмотрите на нашу комнату сегодня. А еще я упала со стула. Блин, это был такой капец. Мы, значит, с ребенком сидим на кухне, едим. Я своей ложкой, довольная, поедаю свою еду. Рэм довольный поедает свою еду. И тут мир мой пошатнулся, и земелька-то из ног моих, а точнее сказать, из-под моей задницы, она и поехала. И вот этот стул развалился под моей задницей, вот просто на ровном месте. И если бы еще вот эта мягкая седлушка, она вместе бы с жопой бы полетела бы вниз, я бы сказала, ну, как бы бывает. Но нет же, она выскочила куда-то вообще в другую сторону, и я полетела копчиком прямо о пол. И отбила себе копчик. Сейчас хожу как инвалид. Материнство на мне хорошо не сказывается. Одни увечья и раны. Да, котенок? Да? Твоя боевая рана зажила? Покажи мне боевую рану. Залез на стол и свалился со стола на игрушку прям, да? И лобешник свой разбил, скажи. Да? Че делаешь? Кто там идет? Это папа! Папа! Это папа! Они так вот разговаривают у них. Скажи, отец тигр. Посмотрите, что с моими бортиками стало. Вот так они вот выглядят. Ребенок вырос. А креп. И, в общем, к чертям собачьим он у меня отрывает все время вот эти вот ленточки замшевые. Поэтому опять у нас получились тут попки наши. Я опустила как подушечки, просто чтобы он головой ночью не бился, а бортики. Ну и, в общем. А все остальное, что у меня стоит как полагается, вот происходит вот так вот. К сожалению, надо найти какую-нибудь капроновую нитку или что-нибудь такое, что не будет рваться. Господи, а счастье-то сколько. Отец вышел. Ну, давай, давай, зверь, выпускаю тебя. Давай, иди-ка, папа. Иди-ка-ди-ка-ди-ка-ди-ка. Все. Отец, держись. Зверя выпустили. Кстати, мы в Джоке Джоя, когда были, мы купили ему этот шарик. Он прямо его увидел, ему сильно надо было. И тут одно утро. Значит, Арс уехал на работу, и мы с ним играем. И он такой шарик там, дур-дур, машинка-машинка. Я говорю, да, машинка. И он показывает пальцем на водителя. Я говорю, папа за рулем, папа за рулем. Он такой, м-м-м, и что-то там играет. Дневной сон. Ребенок просыпается. В углу видит вот этот шар. И начинает прямо с кроватки ручки к нему тянуть. Я говорю, ну, конечно, шарик, пойдем, давай. Вылезай из кроватки и смотри. Где папа? Покажи маме папу. И когда вот он услышал мое вот это, где папа, он прям вот так вот замер, вздохнул и быстро, вот прям в секунду рванул и побежал в спальню. И не увидев там отца, он смотрит на занавеску и пальчиком показывает на занавеску. А все потому, что они с Арсом играют в прятки и прячутся друг от друга за занавесками. Вот я думаю, господи, какая я никчемная матушка взяла и ребенка разочаровала. Покажу вам что-нибудь сегодня из полезности. Я все прорываюсь снять видеоролик на тему полезные-неполезные покупки. Но понимаю, что не получается мне показать вам много неполезных покупок и как-то вот интересный ролик сделать, просто потому, что у меня их особо-то толком и нет. Все, что я ребенку покупала, ну, оно плюс-минус нам заходит. Все потому, что я реально каждую вещь очень-очень долго упорно изучаю, перед тем, как ее выбрать и дать своему малышу. Единственное, что, понятное дело, какие-то игрушки, они могут в данный момент времени не зайти, потому что ребенок либо еще не в том развитии, либо он маленький, либо эта игрушка просто ему неинтересна. И, как правило, такие игрушки, они заходят немного позже. То есть я их просто убираю, и они заходят позже. Ну, ладно, расскажу по поводу классных штук, ну, или не классные штуки, попробую тоже хоть что-то вам из не классного рассказать. В общем, вы давите себя, хоть что-нибудь засрать. Многие у меня спрашивают по поводу Зазум, вот эти все классные игрушки. Вот это наш песик Декс, это у нас Кэти, кошечка, вторая кошечка Кики и наш песик Дэнни. Все спрашивают, ну, как игрушки, стоит ли их покупать? И какие нам понравились, какие не понравились. Сразу скажу, наша одна из вот самых любимых, наикрутейших игрушек, это, конечно же, Дэнни. Это маленький песик, который хлопает ушами. Вот этот. Так, выключай. Рэм его просто-напросто обожает. Если мы едем в Ригу, это та игрушка, которую на 100% я всегда буду брать с собой. Да и, в принципе, дома каждый день он с ней играет. Она у нас появилась когда, наверное, на день рождения малыша, и, в общем, с тех пор все, ребенок эту игрушку уже вот 7 месяцев, он ее просто обожает. Единственный минус этой игрушки, с которым я вот все порываюсь разбираться, это как ее мыть. Потому что все остальные игрушки у ЗАЗУ, они вот так вот открываются, и вот эти блоки музыкальные, либо какие другие, они достаются. Эту игрушку спокойно можно поместить в стиральную машинку. Но вот Дэнни, у него получается, что вся система, она здесь вот такая вот большая, и она идет через всю игрушку к ушам. И, следовательно, ты не можешь снять эту игрушку для того, чтобы ее постирать. Но, очевидно, надо будет как-то губкой или какой-то щеточкой просто сверху мыльной водой его чистить. Ну, вот сравните. Вот Дэкс, а вот Дэнни. Дэнни у нас уже такой сильно залюбленный, короче, и потертый. Дальше Дэкс. Эта собачка, она не шевелится, но у нее внутри есть всякие разные звуки, я уже показывала. Так, что у нас тут есть? Песенки, птички, сердцебиение, белый шум. Здесь можно включить, чтобы она включалась, когда потрясешь. И также есть сенсор на плач ребенка, его тоже можно включить. И ночью, если ребенок заплачет, тогда, например, его какая-то любимая песенка автоматически включится. Я эту функцию, конечно же, выключаю, нам она не нужна. То есть Рэм к этому не привык, но если есть детки, которым вот это поможет, это очень крутая функция. И, в общем, прячется это все в животике. Классная игрушка. Дальше Кэти. Безумно милая, классная такая же игрушка. Здесь тоже принцип такой же вот, как в этой штуке, только здесь еще животик у нее светится. У Зазу, я знаю, есть еще такие, которые тепленькие, в кроватку ребенку положить для более спокойного сна и так далее. Ну, в общем, там вариантов куча. И последняя игрушка, которая есть, это маленькая Кики проектор. Вот это, на мой взгляд, самая неудачная игрушка, которая вот из этого всего есть. Она такая же милая, такая же клевая. Здесь также есть разные мелодии. Громче, тише можно сделать. Тут природа, музыка. Также сенсор, если ребенок заплачет, это все может включиться. Но у меня единственная претензия к ее проектору. Конечно же, по большому счету, моя претензия к этому проектору, она возникает просто потому, что у нас есть вот эта наша черепаха. После этой черепахи, мне кажется, ни один проектор, он просто вот не выполняет функцию на 100%. То есть, ни одна игрушка с проектором еще не сравнилась вот с этой черепахой. Давайте, справедливости ради, поменяем батарейки, поставим новые батарейки и в эту, и в эту игрушку, и пойдем в темное помещение, и я вам покажу, в чем разница. Сразу же расскажу, Клауд Би покупала ее на Амазоне. Она не дешевая прелесть, по-моему, евро 50 она стоила, что-то такое. Австралийская компания, вот так называется. Записывайте бабы, запоминайте, потому что вы всегда меня спрашиваете про эту черепаху. Всегда. По 100 миллионов раз по этому. Клауд Би. Трэнквил тюртл называется. Я бы таких 10 себе купила, чтобы в доме они в жизни никогда у меня не закончились. Достается, 3 батарейки надо. Здесь есть также управление, которое позволяет освещение делать меньше-больше. и кнопку включить-выключить. Пока выключаем и меняем батарейки. Я, кстати, когда в Ригу езжу, каждый раз думаю, черт, надо мне на Амазоне штуки 3 этих черепах заказать и бабам подарить розыгрыш сделать. И каждый раз зажимаю деньги. Думаю, нет. Лучше себе трусы куплю. Подружки, напишите в комментариях, хотите черепах или не хотите черепах. Ну вот, сейчас, кстати, тест проведем. Напишите в комментарии, разыграть вам черепах или не разыграть. Тогда, может быть, я пойду к своему мужу, скажу, дай мне 150 евросов, я куплю 3 черепахи. И бабам их разыграю. Потому что это просто невероятная прелесть. Так, все. Ставим на максимум. А, нет, еще. Включаем. И закрываем. Так, теперь ты ждешь свой черед. Отлично. Кики, иди сюда. Так, кстати, сразу покажу, как Кики у нас тут разбирается. Невероятной красоты, конечно, игрушки. Но вот на мой вкус они прям такие нежные, такие классные. И вот так вот она легко снимается. И вот это все дело можно постирать. Со своими подругами, кстати, я тестировала. Но они сказали, да ладно тебе, что ты гонишь. Погнала ты, конечно, на этот проектор. Нормальный проектор. Для младенца прям вообще норм. Ну, думаю, ладно, норм так норм. Я просто действительно, наверное, придираюсь, исходя из своего опыта с черепахой. А так как в России черепаху фиг найдешь, где-то она там продавалась, но в целом, в общем, ее не купить. Так, батарейки достаю. Поэтому я, в общем, что-то, по-моему, это мой загон. Слава богу за человека, который придумал батарейки-аккумуляторы, которые можно подзаряжать. И не нужно вечно покупать эти дорогущие дюраселлы. Подушка мне говорит, что она покупает и кейски вроде нормально. Но не знаю, мы покупали. Они как-то у нас сильно быстро заканчиваются. Ну, они, наверное, чувствуют, что я шокобаба. И мне как бы подешевле не подойдет. Поэтому сразу они заканчиваются. Самое трудное – засунуть его обратно. Потому что сделали-то они все надежно, чтобы ребенок не доставал. О, мне в этот раз повезло. Так, помещение абсолютно темное. Мы находимся в моей ванной комнате. Где у меня тут хоть какая-то кнопка? Сейчас включим. Так, ну ладно, первая у меня включилась. Значит, моя черепаха, вот смотрите, вот так она делает. И вот так она делает на всю комнату. Вот прям большую даже комнату. У Рэма комната, по-моему, метров 15. И она вся вот так вот переливается. И вся вот так вот светится. Видите, у нее здесь вот такие вот волны, которые двигаются. Их можно, если хочется, остановить. И они стоят на месте. Или заново снова включить. Вот, смотрите, сейчас поближе к стене подведу ее. Вот так вот. А если на потолок? Вот, просто на пол ставишь. Так, и что у нас здесь по звукам? Значит, можно включить море. И также тише, громче сделать. Сейчас сделаем она погромче. Потом музыка. И это, кстати говоря, часть нашего вечернего ритуала перед сном. Вот эта музыка и наша черепаха. У него такое спокойное, спокойное. Создается настроение. И ребенок просто успокаивается. И отправляется на сон. Так, теперь мы включаем Кики. Где у тебя кнопка твоя? Ну вот. И вот Кики. На небе три звезды. Даже не фокусируется на звезды-то. Ну вот, Кики. Ну что же такое? Вот подниму повыше. Вот. Ну, чтобы вы видели хотя бы хоть что-то. На стене ничего. На потолке звездочки. И на стене ничего. Ну, в целом, если ребенок в кроватке лежит и просто глазеет, ну, окей. Ну, вроде нормально, да? Сейчас я включу свет у меня. Вот, зеленое. И синее. С луной. Луна-то тоже есть. Ну, в целом, сами понимаете. Ну, вот я, вот что могу сказать. Сами наблюдайте. Вот сейчас подключу черепаху мою. И смотрите. И еще. Мусочку. И вот так вот, понимаете, получается. Вся комната просто заливается вот таким вот прекрасным светом. Вот. Вот и вся разница. Вот, давайте поближе на краю ванны просто, да? Вот она. Кики. Вот еще можно включить так, чтобы они меняли цвет. Другой за дружкой. Сами по себе. Вот. Тут мы включаем черепаху. Вот. Вместе, кстати говоря, очень даже прикольно. Если, например, включить синие звезды. Сейчас. Вот и синие звездочки. И синие волны. Тоже прикольно. Вот об этом я и говорю. Поэтому моя черепаха, это просто наше все. И, мне кажется, пользоваться мы будем ей до пенсии. Разница, по-моему, очевидна. Так, поэтому, если вы меня спросите, есть ли смысл покупать игрушки за Зу, то, безусловно, конечно же, есть. Вот свои деньги прям себе, подругам в подарок я на 100% бы потратила на Денни. Это прям самая великолепная игрушка. На Кэти, на Декса. Кики, ну, я бы не стала ее покупать. Опять же, если только нет других каких-то вариантов, а мы точно знаем, что нам проектор нужен, ну, тогда окей. Других плюсов в ней действительно много. Все звуковые эффекты, сенсор. Да и, в принципе, игрушка прекрасная. Но вот ради проектора я бы ее покупать не стала, потому что проектор разочаровал, к сожалению. У нас еще тут новиночки по книгам есть. Мы купили новые книги. Я зашла в Атоню. Магазин в Атоню. Кто знает, кто не знает, в общем, наверняка все знают. И там я была удивлена, насколько красивые там книги. Вот одни из самых классных – это вот такие вот сказки перед сном. Смотрите на эти иллюстрации. Нереально крутые. Они, конечно же, на русском языке. Покупала для бабушки и для Арса, чтобы они могли малышу перед сном читать в Атоню. По-моему, там 200 или 300 рублей каждая книга стоит. Очень-очень классные. Безумно классные. Такие вот милые. И мне понравилось, что, во-первых, иллюстрация, конечно же, на всю страницу. Но текста немного больше, чем в самых первых книжках малыша. То есть если в самых первых буквально 5 слов, то здесь текста уже немного больше. Ребенок может чуть дольше времени проводить за книгой и концентрировать свое внимание на ней. Так что, если ищете классные книги, вот в Атоню можно зайти и их купить. Там, в принципе, у нас, кстати, вот в комплексе, где мы живем, открылся этот магазин. Я зашла, и там кайфово. Там столько всего развивашек, пазлов всяких разных, которые я и летом показывала. Карточку здесь оставлю, смотрите. И там вот многие наши пазлы. Они, кстати, в этом магазине также есть. Потом я еще купила вот такие вот две книги на английском. Они пополнили нашу коллекцию. Очень классные. Ну, одна из них очень классная, а вторая немного менее классная. Очень классная вот эта Ричарда Скэри, книга Best Story Book Ever. 82 прекрасные истории для малышей. И что в ней есть? Книга, посмотрите, какая она толстая. Нереально классная. И вот здесь самые разные уровни истории. Начиная от самых основных, когда ты просто обучаешь ребенка каким-то действиям, словам отдельным. Там что в доме, там одежда. Заканчивая вот прям реальными историями. Вот здесь про вежливого слона, который вот тоже тут, что-то он тут делает. Место дамам уступает в троллейбусе. И здесь тоже, видите, текста уже немного больше. Вот он умывается. Короче, очень прикольная книга с разными-разными уровнями. То есть смотрите по ребенку, по возрасту. Если вот у него настроение сегодня за книгой, посидеть можно подольше. Если нет настроения, можно поменьше. Просто показать ему там, я не знаю, какие-то пару штучек и все. И книгу закрыть. Вторая уже, когда ребенок увлекается от мною любимых Асборн. Здесь еще вот такая кисточка про Поппи и Сэма. У нас таких книг тоже из этой серии много. Но я имею в виду чтения, не этих. Это магическая раскраска, когда сама книга вся черно-белая, естественно. И просто мокрой кистью ведешь, и она становится цветной. Рэму, кстати, на этой неделе год и семь исполняется. Ну, конечно же, он маленький. Значит, вместо миски с водой, которая должна стоять рядышком, и чтобы ребенок макал эту кисть, я просто пропитала водой губку и поставила рядом, чтобы он эту кисть как бы макал в губку. Иначе вода будет разлита в первые три секунды. Ну и, в общем, долго времени заняло, пока мы с ним раскрасили вот эту вот картинку. Мама, конечно же, помогала. И хочется просто взять какую-то толстую огромную кисть или просто этой губкой побегачить по странице, чтобы она быстрее уже закрасилась. Иначе это просто вечность. Но терпение, терпение. Ребенок занимается, и не стоит его торопить. Из минусов, почему книга мне не сильно так нравится, вот прям на сто процентов, потому что, во-первых, пока она мокрая, вот эта краска, она остается на пальцах так, что даже мочалкой и мылом не оттереть. Она сходит там на следующий день. Потом немного пропитывается водой страница и оставляет вот цветные пятна на следующей картинке. И, в общем, сам листочек, он становится такой, ну такой сильно потрепанный, пошарпанный и закручивается. Вот. Я знаю, есть книги такие с типа вот этими фломастерами, которые мокрые просто без цвета. и высыхая, они возвращаются в черно-белое состояние. Поэтому, может быть, такие даже лучше. Ну, в общем, купили-купили, попробовали, ну, так себе. Заказывала их на English Goose, по-моему, называется, или Little Goose. Ссылку на Инстаграм, вот этот магазин оставлю. Так, Коля, что такая песня, я нарушу покой зрителей, покажу вам мульты, которые мы смотрим. Смотрите, здесь у нас, значит, называется этот канал и мульты. Мишки, ми-ми-мишки, ми-ми-мишки. И вот такие вот мишки, там лисичка, какой-то птинчик. И вот они вот тут развлекаются. На русском языке, кстати, мультик. На русском тоже начали показывать, чтобы ребенок мог, ну, как бы и русский тоже изучать. Так что, кто ищет классное, запоминайте этот классный. Потом, конечно же, очень классный мульт – это малышарики. Я помню, их еще со своим племянником смотрела. Вот так вот называется. Малышарики. Еще есть какие-то смешарики, по-моему, это от них эти произошли. Ну, в общем, тоже познавательный, классный мультик для деток, которые уже могут там чему-то обучаться. И что-то там запоминать. Конечно же, дальше наш самый-самый топовый канал – это Дэйв и Нейва. Вот этот. Эти мультики он любит больше всего. Это мальчик Дэйв и девочка Эйва. Вот так они называются сейчас. Дэйв и Эйва. И вот эти он любит больше всех мульты. Ну, они и правда самые классные песни, и нарисованы они клево. Так, вот. Потом, что еще у нас здесь? Лулу Кидс. Тоже можем их смотреть, но в меньшей степени, но они тоже классные. Так, ну что я тут нажала, сейчас посмотрим. Да, вот, Лулу Кидс. Вот, Лулу Кидс. Такой. И что еще тут у нас было? Еще парочка, но я уже что-то сейчас позабыла, потому что у меня они все здесь сразу в рекомендованных. И мы вот прям, что тут выскакивает сразу, я нажимаю, а мы смотрим. Так что, подруги, кто сильно против мультиков, не ругайте меня, пожалуйста, и не осуждайте меня сильно. Я знакома, безусловно, знакома со всеми побочками и всеми негативными сторонами того, что родители позволяют детям смотреть мультфильмы. Но, но, в нашем доме это происходит, первое, очень контролировано. Второе, у нас нет проблем с глазами. Мы осмотры проходили, с глазами и зрением все в порядке, и никаких там особых указаний от доктора у нас нет. Поэтому и в этом вопросе тоже мы как бы спокойны. И плюс ко всему, ребенку действительно позволяем не больше получаса вот отрывками в течение дня эти мультики смотреть. Почему в целом начала показывать, во-первых, это язык, то есть, чтобы ребенок слышал больше языка, и чтобы он у него оставался на слуху. Конечно же, я с ним разговариваю на английском ежедневно, постоянно, это основной язык, на котором я с ним общаюсь. Тем не менее, понятное дело, практики у меня сейчас очень мало. Я знаю, вот, несмотря на то, что я в совершенстве владею английским языком, как только ты перестаешь разговаривать, все, он начинает цепляться, вот, прям ужасно. Да-да-да, куда там, даже латышский мой родной язык, то есть, мой первый язык родной, это латышский. Я уже, когда с мамой разговаривали, когда в Ригу приезжаю, ну, такое ощущение, что я ни одной книги в жизни не прочла. И вот реально, как дегенерат, начинаю акать и екать и мэкать и пэкать, и искать какие-то, подбирать слова, и понимая, что в голове-то пусто, ветер гуляет, слов нет. Поэтому с английским, ну, тем более, история такая же, и поэтому, конечно же, книги и вот эти мультики, они нам в помощь. И последняя, самая ужасная, наиужаснейшая причина, это, конечно же, на 5 минут ребенок может посидеть и просто посмотреть мультики, пока я могу сделать либо какое-то дело, или я могу просто тупо сесть и отдохнуть. Да, мне это нужно. Да, я понимаю, это неправильно, но я вот просто человек, просто мама, я не какой-то гуру, не какой-то суперспециалист, и никого учить не собираюсь консультировать, тем более, я обычная мама, и я обычный человек, и я тоже заканчиваюсь. Поэтому мне тупо нужно 2 минуты посидеть, вот просто посмотреть, либо в стенку, в потолок, либо попить кофе. Я просто хочу отдохнуть. Все, вот это мои причины. Комментаторы, налетай. Будет мне потом кого в ответку засрать. Вот такая вот история. И, что самое важное, мой ребенок не зависает на этих мультиках. Он посидит, посмотрит, вскакивает, берет мяч и начинает играться. Приходит к родителям и говорит, родители, играйте со мной. Котенок, иди, мяч тебе брошу. Это я к тому, что нормально у нас в доме все. С приоритетами. Кстати, у нас еще очень много всего покупания нового в доме. Но, так как там настолько много всего полезного и классного, я сделала отдельный ролик. Просто сделала отдельный ролик, как мы купаемся, и что у нас в ванной комнате там вообще есть. Покажу вам все наши приблуды, игрушки, самые классные и неклассные. В общем, что мы там в ванной комнате творим. Подруги, еще есть полезности. И вы мне неоднократно просили дать мой вердикт касательно видеоняни Моторола Люкс 65 Коннект. Обзор на нее я делала на своем канале совсем-совсем недавно. И сейчас, когда уже прошло, по-моему, немного больше двух месяцев, с тех пор, как мы начали ей пользоваться, я готова вам рассказать, нравится эта няня или нет. Значит, главный вопрос. Есть ли смысл покупать эту видеоняню и ей пользоваться? Мой вердикт абсолютно на 100% есть смысл покупать эту видеоняню, поскольку, на мой взгляд, Моторола действительно одна из лучших компаний, которые предлагают детские видеоняни для родителей. Главные плюсы этой видеоняни первое – это, конечно же, огромный дисплей. Второй большой-большой плюс – это, конечно же, цифровой зум, который поможет маме следить за ребенком в случае, если он там перемещается по комнате, если нужно приблизить картинку и посмотреть, что в кроватке происходит, или если двое малышей с одной кроватки на другую переехать, ну и направлять в ту камеру так, как необходимо. Конечно, нужно здесь позаботиться о том, чтобы сама камера была установлена в самом лучшем месте в комнате, там, где обзор наиболее лучший, и тогда ее направлять. Это очень-очень здорово помогает. Следующая наикрутейшая функция – это магнитное крепление самой камеры. То есть свой кронштейн, она устанавливается при помощи магнита, и тебе не нужно ничего там сверлить, ничего закручивать, прикручивать, просто камеру можно поставить, повернуть так, как тебе нужно, ее поправить, если нужно, очень легко, тихонечко, если ребенок, например, спит, и не тревожить его сон. Следующее, что здесь есть, я уже рассказывала, значит, можно регулировать освещение дисплея, а также здесь есть уже записанные сказки колыбельные, можно самой своим голосом записать свою, например, сказку или колыбельную, и проигрывать ребенку, если он, в общем, требует, не знаю, маминого внимания или хочет лежать и слушать сказку. Не обязательно находиться рядом с ребенком, можно просто включить. Также здесь есть будильник, мы видим температуру в нашей комнате, просто кошмар, вместе с тем, что врубили у нас утопление, у нас 27 градусов, это просто невыносимо. Хотя, на самом деле, в комнате так не ощущается, не кажется, что очень жарко, у меня постоянно открыта форточка, и все равно эту температуру я никак не могу сбить. Поэтому, к сожалению, у нас вот сейчас ситуация такая, что у нас очень жарко. В комнате малыша должно быть максимум 22 градуса, вот прям максимум. Ну, не знаю, боремся как можем. Включаем также еще увлажнитель воздуха, для того, чтобы он холодным паром еще немного остужал все это дело. Но вот такая вот история. Здесь, кстати, вот появилась такая иконка. Это означает, что через 60 минут экран погаснет, и это экономит батарейку. Этот монитор у меня работает минимум 6 часов без провода. Это еще один огромнейший плюс, что ты можешь реально наблюдать за малышом, и монитор иметь в включенном виде 6 часов. Также здесь есть громкость, которую можно включить-выключить при необходимости и слушать, что происходит в комнате малыша. Потом связь с малышом, ты можешь с ним, конечно же, еще поговорить. И дальше, что еще у нас здесь есть? Ну, установить все таймеры, которые необходимы, камеры еще подключить и пользоваться еще приложением в телефоне. То есть это все самые главные функции этой видеоняни. Также здесь есть антенна, которая помогает устанавливать лучше коннект с малышом. И вот такое вот красивое кольцо, крепление, которое можно использовать для того, чтобы установить этот монитор по тем углам, которые мне необходимы. Еще один огромный плюс этой камеры, она вообще не сбивает Wi-Fi и сигналы какие бы то ни было в нашем доме. То есть когда работает микроволновка, когда рядом лежит телефон, если ты пользуешься там в других устройствах Wi-Fi, эта штука не нарушает и не сбивает сигнал. И это очень-очень круто. Также она не издает лишних звуков. Но если только поднести прям монитор к камеру, тогда, понятно, там дело будет фонить. Но помимо этого, видеоняня, она вообще не мешает работе Wi-Fi в нашей квартире. И это нереально круто. С предыдущей нашей Hello Baby я замучилась, потому что она действительно сбивала сигнал Wi-Fi и постоянно приходилось эту видеоняню выключать для того, чтобы пользоваться интернетом. В этом случае я ни разу еще не выключила этот монитор для того, чтобы пользоваться интернетом. Также качество самого динамика и звука в самой камере очень хорошее. Из минусов. Что я заметила, что мне не сильно нравится в этой камере. Первое – это качество картинки. Мне кажется, если мы говорим про HD и высокое разрешение, то качество самой картинки могло было бы быть и лучше. Если, например, в два раза приближу, и ребенок, например, если бы спал на спине, вот личико, чтобы видно, черт лица я не вижу. А это очень важно в случае новорожденного малыша, когда тебе нужно разглядеть все черты лица. Вот видите, тут уже получается зерно, и качество картинки оставляет желать лучшего. Я, конечно, сильно удивлена вот этому качеству, мне казалось, что, ну, наверное, должно было быть лучше. Хотя на рынке видеонянь, мне кажется, лучше нет. Ну, это общая такая тенденция. Лучше просто нет. Второе – очень медленно выполняет команды. Вот я нажала кнопку «Приблизить», и вот он подумал сильно, и потом приблизил. Мне кажется, это медленно. Следующий вопрос у меня, конечно же, к внешнему виду. Дизайн самого монитора этой видеоняни прекрасный, очень красиво все смотрится, сделано действительно со вкусом прекрасно. Но, во-первых, мой ребенок эту штуку швыряет постоянно, во-вторых, ну, как бы пальцами я тут трогаю. И вот уже спустя два месяца, окей, кнопочка практически уже стерлась, и вот здесь видно царапины на золоте. И вот этот красивый такой прекрасный дизайн, он превращается в вот такую царапку. Плюс ко всему, когда ребенок это все дело швыряет, то и здесь сбоку появляются на углах и так далее разные белые штучки, которые здесь ганализируют. То, что красочка-то сходит. Это, конечно, обидно, потому что вещь действительно красивая. Ну, пока ребенок лежит в кроватке кабачком и ничего не делает, ваша-то видеоняня, она, конечно же, сохранится очень красивой, прекрасной и так далее. Но в тот момент, когда малыш начинает бегать, хватать и, в общем, играть со всем, что в руки попадает, то, ну, здесь нужно ожидать, что все это дело будет сильно покоцано. Еще один минус лично для меня, но он касается любой видеоняни. Предыдущего у меня было ровно то же самое. Если ты хочешь погасить экран, то самый тусклый вариант, он как бы сильно-то и не тусклый. То есть ночью, если она работает у тебя с экраном, тогда, в общем, светит как фонарь на всю комнату. И я предпочитаю просто рукой выключить и оставлять только звук. Но, опять же, когда малыш только-только родился и тебе нужно постоянно за ним наблюдать, то, конечно же, очень ярко светит этот экран. Хотелось бы, чтобы вот самая нижняя позиция освещения была немного более тусклой. Вот это, наверное, самые такие большие минусы. Других я для себя не нашла. В общем, в целом, несмотря на некоторые минусы, я считаю, что эта видеоняня прекрасная. Я с большим удовольствием ей пользуюсь и на 100% могла бы рекомендовать ее и вам, и своим подругам. Ну и куда говорить, если мне понадобится когда-нибудь, например, купить подарок какой-нибудь своей подруге, я не пожалею денег и подарю именно вот такую вот видеоняню. А вот из неполезностей, вот, самая бесполезная моя покупка, это Томми Типпи с Анженник. Вот этот мусорник, который предназначен для утилизации детских подгузников, и который при помощи специальных вот таких вот дисков, кассет, здесь вот есть вот такая вот штуковина, такую бандуру ты покупаешь, что это не дофига. Значит, смысл такой, что ты кладешь сюда грязный подгузник при помощи пульки, где она тут, вот эта пимбочка, проворачиваешь вот так вот, закрываешь типа, и все, и трэнкс, и закрываешь. Потом следующий подгузник, снова кладешь, вдавливаешь, проворачиваешь, и вот такими колбасками, в общем, они там внутри собираются. Предполагается, что в доме все у вас будет гигиенично, запахов не будет и так далее. Но, я вам скажу, ничего подобного не делает. Здесь обычные пакеты, блин, никакие они не антибактериальные, и вообще ничего он тут не делает. Более того, когда я открываю вот это вот все для того, чтобы извлечь эти пакеты со всеми этими подгузниками, здесь пахнет все так, хуже, чем в публичном туалете, вот реально он воняет так, вот за версту воняет, просто невозможно. Хуже, чем, если бы мне кажется, эти подгузники просто бы стояли, вот просто бы на полу у меня валялись грязные подгузники. Он жутко пахнет, причем он сам, этот контейнер пропах, и поэтому здесь действительно хуже, чем в публичном туалете. Никому не советую покупать вот этот вот прекрасный контейнер. Сами сейчас просто пользуем его для мелкого мусора на кухне, просто для того, чтобы использовать картриджи, которые накупила еще когда родился Ром. У меня их дома штук еще шесть осталось, поэтому, в общем, сейчас пользуем, и как только мы их допользуем, я вообще нафиг все это выброшу. А ты что тут делаешь? Вот, кстати, один наш ящик открытый, в котором ребенку позволяется делать все, что он хочет, а ты в скором будущем отправишься просто на помойку. Ну и ужаснейшая штуковина, которую можно было придумать для того, чтобы потратить зря мои деньги. А проблему с ванничьими подгузниками для меня решает вот эта вот красота от Мазакер. Вот такие вот пакетики, которые пропитаны наивеликолепнейшим запахом пудры, просто детской пудры. Эти пакетики, они просто золото. Так что, Мазакер, спасибо вам огромное. Попрати их по почтам Томми Типпи, пусть наденут себе на голову, ну или засунут в свои контейнеры и сделают хотя бы один нормальный продукт. Так, что с нашим пластилином? Вот так наш пластилин уничтожил мой ковер. Я еще не добралась до того, чтобы это все почистить. Надо мне все это дело кинуть просто-напросто в стиралку и попытать мое счастье, отдраить все это дело от моего ковра. Послушала ваших умных советов и просто взяла этот пластилин в коробке и убрала в шкаф. И достаем его только тогда, когда мы вместе с ребеночком в этот пластилинчик да и играем. А все остальное время он просто спрятан для того, чтобы не было больше вот такого вот катастрофического воздействия на мой ковер. Еще одна на 100% бесполезная трата денег это покупка подушек на стульчик Триптрап. Вот пока ребенок маленький, уж точно. Я, мне кажется, наши подушки одевала на этот стул раза два, сняла и поняла, что верну их на этот стул, когда ребенку будет лет 15, когда он перестанет швыряться едой, когда он сможет ложку на 100% поместить в рот и через края ничего валиться не будет. Тут история какая? Подушки стоят дорого и они продаются вот прям целиком. Подушка и, значит, чехол. Чехол отдельно не продается. И если ребенок уронил еду, там, ягоды, второе, первое, компоты, все, что угодно на эту подушку, она тут же отправляется в стирку. И если ты хочешь, чтобы подушка все время была на стуле, тебе нужно иметь как минимум два-три комплекта. Один на стуле, все остальные стираются и сохнут. Все. Иначе функционировать это дело не будет. Поэтому мы свои подушки успешно убрали. И я поняла, что действительно не стоило вообще их покупать. Сам стул в то же самое время это прям наша любовь. Это самый классный стул для кормления ever. Я точно знаю, что когда вот будет малыш, дай Боже, в скором будущем второй, имеется в виду, мы тоже для него будем приобретать стульчик TripTrap со всем господи, сетом для нюборна новорожденного и собственно будем им пользоваться. Я бы вообще все четыре стулья сразу поставила бы сейчас TripTrap. Это лучший стул для кормления с точки зрения эргономики, дизайна, ухода, того, насколько мне легко за ним ухаживать, это вот ни один другой стул с ним не сравнится. Поэтому forever and ever TripTrap. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я на своем канале показала еще какой-нибудь стул в своем доме. Но может быть если какой-то производитель ко мне обратится и скажет да, вот тебе деньги, на тебе стул, стул-то хороший, сделай просто обзор. Вот не надо им пользоваться, просто обзор сделай, ну тогда может быть я бы сделала обзор просто обзора ради. Для, ну например, моих подписчиков, которые, ну вот прям ненавидят TripTrap и пользоваться им не хотят. Вот тогда да. Но чтобы мы пользовались другим стулом никогда в жизни. А почему все очень просто? С тем, что ребенок мой вырос, грязи не стало меньше. Грязь просто стала по-другому здесь, в этом стуле. Он просто разворачивается, ребенок, и руками лапает здесь все. И даже когда еда попадает вот в эти все крепления, ты просто это все делаешь, хопс, одну деталь снимаешь, хопс, вторую деталь снимаешь, это все отправляешь в посудомойку, чтобы это все чистилось и мылось само по себе. Ну или если сильно хочется, мой это все руками. От стул просто вот эти все загрязнения, их можно очень легко протереть тряпочкой. Вот показываю, как есть. еда сюда попадает, попадает, беру тряпку, протираю, все, и все. Стол чистый и прекрасный, мне не нужно мудачиться тут со всякими отвертками, откручивать, отверчивать детали, снимать чехлы, снимать ремни, отправлять все это в стирку, вот вообще. Для мамы это просто ежедневная радость. Ну вот сейчас этим и займемся. ну вот и все. Вкратце и в целом это весь масштаб мытья нашего стула. Так, а есть мы сегодня будем супчик, я сварила суп, здесь у меня картошечка, морковка, горошек, макарончики маленькие детские звездочки и фрикадельки сделаны из фарша телятины с рикоттой и льняными семенами, которые были помолоты в кофевой молке. И чуть-чуть, совсем чуть-чуть сметанки. Так, супчик отправляется на наш твишейк. Кстати, кто спрашивал, какой посудой мы чаще всего пользуемся, все еще твишейк, ничего нового. Вот, сейчас покажу. Наши комплекты самые любимые, то есть это матик и глубокие мисочки. Не тарелки, которые пониже, а вот именно глубокие миски, они классные для каши, супов, второго, первого, пятого, десятого, в общем, для всего. И, как правило, это устанавливается чаще всего на большой стол, потому что здесь стекло и мат, он, вот, я пытаюсь в тарелке прилипает просто намертво. На родную столешницу от Триптрапа, вот эту серенькую, твишейк, на мой взгляд, лепится и крепится не так-то хорошо, потому что сама столешка, она такая немного абразивная, ну, матовая, как минимум, и поэтому прилипает к ней похуже. Ровно так же отскакивают тарелки мальчики, то есть по возвращению из Риги, попробовав все это устанавливать на нее, ну, как-то я не очень сильно довольна, поэтому сажаю ребенка за большой стол, и тогда все лепится, крепится, и все, идеально. Ребенок ест и ничего не опрокидывает. Ложки, Айкен, бабы, запишите уже и не спрашивайте меня больше никогда в жизни. Это ложки Айкен. Маленькая ложка с дырочкой, которая вот так вот очень удобно отправляется в ротик ребенка. Наикрутейшие ложки, ими пользуемся чаще всего сейчас. Очень классно. Айкен. Ссылка в описании видеоролика. Так, давай, садись, 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 давай. Кстати, ребенок научился сам залезать в этот стул. Давай ложку схватил уже. Давай оденем сначала нагрудник твой, мега-нагрудник. Нагрудник наша новая тоже любовь. Это Элоди. Я уже показывала. Для творчества обедов, каш, супов и всего жидкого наикрутейшая штука, которая позволяет ребенка просто закрыть. Вот и до. Кармашек тоже тут у нас есть. И все, ребенок ест. Так, все, подвигаемся сюда и едим. Давай я тебе только фрикадельки твои разделю. Ну, надо, ладно, не ори. Сейчас разделю. Все, подруги, давайте. Сегодня с вами прощаемся. Ребенок, что-то будет. Ну, не кричи, не кричи, я разделю только. В общем, с вами прощаемся. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, сами сдайте. Такой у нас тут же. А мы с вами увидимся в следующем нашем видеоролике. Чурю. все, что-то еще. Поехали. У masу! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok